В Заволжском районе продолжается застройка кварталов Г и Д. В микрорайоне по проспекту Дружба народов выдают земельные участки многодетным семьям. Весь 2020 год на площадке велись работы по проведению всех коммуникаций. На данный момент линии электропередач проложены на всех участках. На улицах появилось освещение. Мы завершили это работы Ульгеса. Мы завершили работы по водоканалу в квартале Г, где людям выдали с 2012 года участки и люди активно подключаются, устанавливают колодцы и далее уже будет подводка к домам. В кварталах смонтированы пожарные гидранты, продолжается строительство водопровода. Также в частный сектор будет проложен газ. Все работы проконтролировал глава региона. Только в этом году у нас проложены 1300 метров этих дорог. В следующем году как раз будем продолжать асфальтовые крошки, просыпать до конца, чтобы взялось за кольцом дорог. Количество постоянно проживающих семей в новом микрорайоне постоянно увеличивается. Поэтому встает вопрос не только о коммуникациях, но и о строительстве всей необходимой инфраструктуры. Дорог и остановок общественного транспорта, магазинов, школ, детских садов. Первый вариант. Мы с вами говорили на прошлой встрече о комплексе детский сад школы на 420 мест. Но в чем минус для этого микрорайона, на мой взгляд? Там начальная школа и детский сад. Соответственно, детки с пятого класса должны будут ездить в школы, да, в новый город. Этот вопрос тоже можно решить, и такой же опыт в городе у нас есть. Это школьный автобус. Ставим на город, и детки ездят туда. Я посмотрела детально по каждой школе. У меня все, правда, анализировано. Количество мест в школах до 2024 года в новом городе 2047. То есть, места будут. Второй вариант – строительство полноценной школы на 350 мест и детского сада рядом. Результат предстоит выбрать самим жителям. Пока в кварталах построено 64 жилых дома. На 46 участках ведутся работы. Еще около 100 участков используются под дачи и огороды. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.